Это канал Николая Соловьева и моя рубрика «Вкусно о полезном». Репортаж с моей кухни. Друзья мои, блюдо дня сегодня это веганские оливье. Картошки не будет, будет очень вкусно. Обычные и необычные ингредиенты, которые я буду добавлять, я обязательно все расскажу, покажу. Будет интересно. Давайте приготовим, моем руки, начинаем. Сегодняшний мой состав для веганского оливье. Понятно, что нам может все разниться, но тем не менее классику жанра мы соблюдем. Это будут соленые огурцы, огурец свежий, морковь отварная, добавлю экзотики авокадо, зеленый горошек консервированный, нут консервированный, грибы консервированные, ну и конечно, всеми любимая колбаса, в данном случае у меня будет растительная. Можно обойтись без нее, но я сохраню традиции. Тонкость такая, горошек в сезон можно брать свежий, нут можно отварить самостоятельно, грибы, грибы по желанию. Не открою ни для кого Америки, если скажу, что ингредиенты на салат нарезаются довольно все-таки мелко, в размер горошка и нута. Чем меньше мы нарежем, тем вкуснее салат. Ну конечно, принцип разумной достаточности присутствует и здесь, все в меру. Дальше у нас очередь свежего огурца, тоже довольно мелкими кубиками, он у нас идет в дело. Огурец соленый пошел туда же. Что, очередь за авокадо. В моем салате авокадо заменяет картошку. Все, продолжаем нарезать кубиками, никуда не торопимся. Теперь добавляю нут. Дальше в дело идет молодой горошек. Мне очень нравятся любые грибы, в том числе и консервированные, в любых салатах. Этот у меня не обойдется без грибов, я их измельчаю. Дань традициям это добавляем растительную колбасу. Наверное, больше дань традициям из нашего детства, чем какие-то вкусовые, лично мои, допустим, пристрастия. Я могу обойтись и без нее. Но этот вариант будет с колбасой. Что, давайте еще немножко зеленого лучка и все аккуратненько резать. Теперь время зеленого лука. В ход у нас пошла безлактозная сметана и соевый соус. Примерно беру пол пачки, чтобы сделать заправку для нашего салата. Я думаю достаточно. Я обычно добавляю одну чайную ложечку соевого соуса и одну чайную ложку горчицы. Все по одной чайной ложке без горки. Остается перемешать. И получить заправку для салата. Далее нам надо эту заправку все посолить, чтобы это было ровно в нашем салате. Ну и что, финальный штрих. Заправку в салат. И наш любимый оливье требуется, что правильно перемешать. Какая разноцветная красота получается. Естественно, со вкусом колбасы. Правда, растительной. За кем первая проба? Конечно, за поваром. Снимаем пробу. Очень вкусно. Будете пробовать?